Если ты начинаешь заниматься этим на коммерческой основе, то от тебя уходит бог на профессию, которая называется сонграйтер. Представляете, как круто? Что у меня там не получается, а? Получается следующее. Он не нюхает кокаин, он не курит. Альбом будет называться «Запах девственницы». Че ты мне на сиськи смотришь? Вообще ты слова слушай, Вася. Боже, это сейчас все. Мои три подписчика от меня отпишутся. Когда я смотрю на руки мужчины, я сразу понимаю, у нас будет секс или не будет. Добрый день, зрители, наши любимые подписчики. Среди наших гостей рекомендовали одного артиста. Я захожу в соцсеть, ее страничку, смотрю. Потом понимаю, что да, это будет интересно. Я в примере внутренней комнаты, я сравниваю с одним артистом. У кого есть много внутренней комнат. Этот гост я хотел назвать, я открыл ее внутреннюю комнату. Помню, что там какой-то космос, поэтому я решил покоя закрыть. Мы с вами вместе глянем, что там есть. Сегодня у нас в студии Айна. Да, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы так пришли, интересный образ, интересные шапочки, интересная одежда, черный белый, подходящий образ. Сразу видно, что у вас есть творческий вкус. Спасибо. Бывают гости, там у нас белая студия, бывают на белой рубашке. И все. Расскажите немножко о себе. Я прилетела с планеты Котиопея, вот, прилетела в детстве, проснулась, смотрю, такая маленькая совсем. Думаю, ну как я буду жить в этом мире? Думаю, надо приспосабливаться, но вот приспосабливаюсь до сих пор. У нас были гости, которые спасают тоже планеты, они через музыку, там, мусор уменьши вырастить, там, помогать людям. А что вы хотели спасать? Спасать? Я никого не хочу спасать. Я думаю, что человек должен сам себя спасать. Если ты, ну, я не хочу, это тема какая-то деструктивная относительно спасения. Ну, для меня, если кто-то кого-то спасает, то это значит, ты вкладываешь уже негативный смысл. Вот, потому что изначально все находится в балансе, и все находится в идеальном состоянии. То есть, если сейчас происходит замеротрясение, значит, так нужно для планеты. Вот, и если, например, сейчас происходит карантин, это значит, так нужно для планеты, значит, мы заслужили. То есть, как мы живем, так мы и получаем. Вот, либо плоды, либо по голове, либо уроки какие-то. Уверена в том, что предназначение, лично мое, заключается в том, чтобы нести в мир больше творческой энергии. Творческой энергии, которая находится абсолютно во всем. То есть, я за креатив, за креативное мышление. Вот это, наверное, мое основное кредо по жизни. То есть, за креативное мышление. Ну, мы в каждой гости спрашиваем, для вас что такое музыка? Ой, музыка для меня это звук. Музыка для меня это совершенно не ноты. Просто я музыка занимаюсь в шести лет. И она мне уже вот тут, вот эта музыка. Вот, мне неинтересна музыка. Неинтересна музыка с точки зрения того, что я считаю, что уже все спето. И уже все сыграно. И очень скучно. Поэтому мне очень нравится сейчас модульный синтез. Мне очень нравится разбираться в Абретоне. Мне очень нравится генерировать звуки, которые развивают сознание. Я считаю, что любая песня и любая музыка, они призваны для того, чтобы выразить состояние души. Так как уже шоу-бизнес существует, и вся классическая музыка уже переиграна. Вот, мое все внимание, оно направлено именно на звук. Вот, и если я слышу звук или созвучие, я слышу в нем Бога, Творца. Вот это для меня музыка. А вот тот контент, который сейчас меня окружает, я стараюсь максимально себя ограничить, для того, чтобы не слушать сейчас ничего. То есть у меня такое, как бы, да, музыкальное воздержание. Целебат у меня музыкальный сейчас. Да, для того, чтобы перестроить свое сознание и открыть двери для нового опыта, чтобы было новое что-то, чтобы писать. У вас, ну, по данным, да, вы сейчас преподаете там ученикам, как правильно делать красивые звучания, да? И одной стороны, вы... Работая с людьми, да. И делаете свою музыку, да? А где больше вес? Работа преподавателем или как артист? Очень иностранно получилось. Я вообще не хотела преподавать никогда. Но так сложилось, что я закончила глиера, и мне нужно было где-то жить за что-то жить, да? У меня не было тогда ни работы, ничего. И я начала тогда преподавать. Я тогда была еще в рок-группе, мы играли там нью-метал, все как надо. И в этот период времени, понятно, что у меня там ребята приходили, было очень весело, очень круто. И вот такой вот у меня стаж, вот с 2005 года я работаю именно как преподаватель. Не люблю это слово преподаватель. Я больше ассоциирую себя с музой, тем человеком, который умеет вдохновить, поддержать, наставить на путь, открыть какие-то особенности в человеке. Я работаю больше с людьми. И то, что я очень много работала в плане движения, направленного на звук, то есть мне очень было много параллельно знаний, которых я получила, которые связаны конкретно психологическими аспектами. Я очень много узнала о строении позвоночника. То есть я одна из первых украинцев, когда этого еще не было, мейнстрима, что сейчас все учат, как нужно петь, что это связь, психосоматика, что это зависит от позвоночника. То есть я была еще как бы первопроходцем, пионером была в этой области. Но я ко всему отношусь очень спокойно в плане, я себя не пиарю, не пиарю вообще. То есть не пиарю себя как музыкант и не пиарю себя как педагог. То есть я так, вот если пришел ко мне человек, я всегда открыта и всегда ему помогу. Просто я заметила такую тему, что если ты начинаешь заниматься этим на коммерческой основе, то от тебя уходит Бог. А если ты, например, идешь постоянно с позиции того, чтобы поддержать человека, вот, то тогда больше я получаю, короче, больше получаю фидбэк. Вы сами сказали, там, за кадром, да, вы там, космико, космический человек. Ну, это я так называю, потому что мне просто очень тяжело приспособиться в обычной жизни. И очень круто, когда ты вот закрываешь глаза и чувствуешь себя спокойно, чувствуешь себя дома. Мне кажется, все, даже те, кто дома, и здесь, в студии, ребята, все, кто находятся, все хотят домой. Все хотят домой, потому что понимают, что... Бывает наоборот, поэтому... Бывает дома очень классно, я имею в виду, что дома это вот здесь вот внутри, и хочется вот этого гармоничного состояния, когда ты закрываешь глаза и понимаешь, что где-то есть то место, где нет ничего того, что тебя беспокоит. То есть место, где ты находишься, ну, если вот в кавычках назвать, да, такой вот выдуманный вот рай, можно так сказать, да? Где бегают олени и из дороги. Ваш вкус космический, вкус творческий, это появилось органичным путем? Да, оно само появилось. Или сразу у вас было, с детства любили нечто особенное? Я всегда любила нечто особенное, но жизнь мне никогда не давала возможности быть такой, как я сейчас. То есть я сейчас проживаю, наверное, свое лучшее время в плане раскрытия как художника, потому что сейчас мир открыт для больших экспериментов. Вот, то есть раньше я не так осознавала, как бы, свою индивидуальность. То есть сейчас время, как раз, вот и для артистов, открывать именно индивидуальности. Потому что все мы очень разные, и в этой разности мы приносим максимально пользу как для других людей, так и для мира, и для себя тоже. Я читаю вашу музыкальную историю, карьеру, да? У вас действительно пробовали все, что можно, да? Да, как-то оно получается так, что мне не везло с партнерами. Вот, либо у меня были, либо у меня большие были планы, либо потом человек хотел сам идти дальше. Вот, и я из-за того, что очень чуткая и чувственная, я очень близко все беру к сердцу. Вот, и поэтому я там любые расходы, приходы, я очень тяжело это все переживаю. И потом я пробовала в шоу-бизнесе, и поняла, что не мое, потому что быть и казаться – это две большие разницы. Вот, и вот в шоу-бизнесе я себя больше нашла как педагога. То есть я работаю со звездами, мне очень нравится, я их понимаю, то есть много очень опыта. Вот, а сама как художник, я стараюсь свой тот опыт, который у меня был, трансформировать сейчас и все-таки услышать, чего же я хочу на самом деле. И на самом деле мне хочется чего-то нового, глобального какого-то эксперимента. А тот момент, почему хотелось шоу-бизнесом быть именно в тот момент, не сейчас? Мне хотелось, чтобы тот ресурс, который у меня внутри, был отдан, то есть я хотела отдать. Мне очень нравится, то есть я выхожу на сцену, там, или сижу на интервью, я себя чувствую очень комфортно. То есть я чувствую себя на своем месте, от этого получаю максимум удовольствия, скажем так. Было что отдать, было что сказать, вот так скажем. Последний вот сингл, как проект Айна, да, там, не знаю, это правда ваша фраза, не фраза, но... Какая какая? Ну, была такая фраза, там, вы пробовали все, что, но это типа последняя станция, вы решили, что это ваш. Да, это вот, это мое, действительно. Да? А почему? Эксперименты. Ваши музыки ультра-ультра-современные. Даже вот такая музыка, я слушаю, какой-то там, в конце 80-90-м году, в каком-то музее, пост-модонизм, да, музей, там, где-то там... Да, если, да, мне вот этот один бонус, что я не знаю английского до сих пор, но мне не стыдно, абсолютно нормально, все хорошо. Столько там прикольных сейчас школ разных, да, вот и Академия Грэмми есть вот в Лос-Анджелесе, и у нас, в общем, где синтезирует звук. Я знаю, вот у меня вот моя студентка, она сейчас в Берлине, и будет поступать на профессию, которая называется сонграйтер. Представляете, как круто? То есть все инструменты для успеха, для того, чтобы, например, зарабатывать деньги любимым делом, сейчас вот открыты все пути для этого, это очень сильно круто. Я имею в виду, там, вы делали ультра-современную музыку, как будто это для, там, какое-то там представление в творческих музеях, а последнее место, которое вы сейчас, там, сегодня будете тоже петь, это довольно спокойная, ну, как, спокойная музыка, без каких-то там спешек и так далее. А почему? Ну, это, эти две песни, которые выбрала, просто их легче всего сыграть на фортепиано, легче всего воспроизвести. Ага. И эти песни из цветочного альбома, то есть там достаточно сложная была концепция, я так альбом этот не выпустила, но мы выступали, у нас было выступление на крыше, на крыше дома художника в студии Юбика Литвина. Вот, это замечательный художник и вдохновитель мой, моя правая творческая рука, без которого я практически ничего не делаю, никаких своих дальнейших вот шагов в плане визуализации, потому что у этого человека очень хороший вкус. Вот, и мы там выступили, вот есть у меня был квартет, плейбэк, я там создала такие голоса, сделала плейбэки из голосов, если понятно, о чем я говорю, вот, и плейбэки были у меня, современная потом виолончелистка, альтистка, скрипачка и я. Мы это все отыграли, я потом это все до конца не выпустила, просто есть такой момент, что ты пишешь то, что идет, если оно идет, я всегда за это благодарю, потому что в любой момент это может не стать. И поэтому в тот момент я писала эти песни, там очень прикольно, он бы так и назывался «Цветочный альбом», и там должно было быть 11 песен, и каждая песня это о цветке. То есть вот сегодня я буду петь, правда, «Ландыши» только из «Цветочного альбома» и будет «Алиса». Ну так вот сложилось, просто повезло, что я реализовала все песни, потому что у меня чаще всего то, что я напишу, оно где-то валяется или куда-то пропадает потом. Вот, а так мне удалось это просто законспектировать, грубо говоря, да, то есть оставить, дать ему эту жизнь, этим песням жизнь. И «Ландыши», то есть эта песня, которую я спою, это о моем отце покойном. Потом, например, «Одуванчики» — это тоже о одном молодом человеке. И «Ядовитый пион», то есть это о страстном, брутальном и грязном сексе. То есть, например, песня, которая называется «Фиалка». «Зачем фиалке пистолет? Кому фиалка пишет письма?» То есть там это про тяжелую судьбу женщины, которая хотела покончить жизнь самоубийством. То есть у меня такие разные очень истории. Я когда сажусь писать, то есть я сначала это все увидела, историю, а потом написала. А ваша реальная жизнь, которую вы прожили, те уровни эмоций, перепад соответствуют вашей музыке? Или ваша жизнь была спокойная? Или немножко тоже нелегкая? Вообще нелегкая. То есть, ну, давайте я по-хорошему просто. Я думаю, что когда-то я стремилась к успеху, но надо было тогда стремиться к успеху, как педагога себя реализовывать. А у меня тогда были амбиции как артиста, да? И я очень сильно как бы дралась, я не могла понять, что у меня там не получается, а? У вас именно такое настроение было? Там ученики, которые условно звезда, а вы внутри поняли, что я могу делать лучше, я покажу себя или ко мне? Нет, такого вообще никогда не было. Я не делю, у меня преподавание это преподавание, а я как артист. Я просто видел, что даже прайс в ягре, вы по факту были преподавателем, бокальный тренер, потом вы пошли к... А потом меня просто попросили, да, я согласилась на свою голову. Это не самый лучший мой поступок в жизни. Но почему-то все люди не знают моих электронных альбомов андеграундных, вот, которые там у нас даже в Мекку украинскую вошли, наш альбом, который мы с Кнопом написали гитаристам группы Тол. Вот, никто не знает еще там двух моих проектов, которые, ну, реально крутые, очень крутые в плане саунда, организации звука, всего, подачи, внутренней концепции, внутренних поисков, того, что нужно действительно людям в музыке. Вот, все почему-то отмечают только проект Viagra. Ага, ответ есть? Нашли? Просто люди, то, что видят, что на слуху, то и говорят об этом. Ну, вы изначально знали, что ультра-современность, современная музыка? Мне изначально я знала. Мне изначально было, я как литератор была больше, писала песни, вот, под гитару, под все остальное. Но я же с детства просто занимаюсь музыкой, и с детства пишу музыку. И моя была мечта быть композитором всю жизнь. Вот, и поэтому я сейчас подписываю, там, уже в Аплитоне трючки пишу, техно. Вот, пишу, балдею, какие-то интересные нахожу сэмплы. Вот, сейчас больше как композитор работаю, и в плане себя, если в двух словах рассказать, чтобы не размусоливать, да, и было интересно слушать то, что о чем я говорю. Я занималась, долго занималась, шла к чему-то, потом случилось у меня какое-то падение, очень глубокая яма, да, я заболела. И сильно болела, до сих пор еще там, свое здоровье поправляю. Вот, я пока за это время болела, я, у меня получается, что часть меня как умерла, и та трансформация, мой детский ребенок, да, то есть он вырос, и теперь я стала как бы собой. Я всегда себя считала не женщиной, не мужчиной, я всегда себя считала, как бы, как их называют, андроген, да, вот, и это ощущение не потому, что ты не женщина, я женщина, но просто когда ты толкаешь только через успех свой путь женщины, то тебя просто воспринимают как сексуальный объект. И у меня, когда такое идет, у меня сразу идет сопротивление, поэтому я, когда пела в рок-группах, там, и все, что-то, у меня была такая сексуальность очень дерзкая, то есть агрессивная, да, вот, потому что мне хотел сказать, что ты мне, на сиськи смотришь, вообще ты, слова, слушай, Вася. То есть у меня вот такая была подача, я была очень возмущена этим внутренне. Можно тогда вопрос? Да, конечно. А ваши фотографии, которые вы показываете через соцсеть, там как раз есть довольно агрессивный сексуальный код, правильно? Ну, оно по-разному, это просто было раньше так, вот, а сейчас, ты говоришь, то есть ребенок мой вырос, все, и я себе теперь могу позволить быть собой, не защищаться, оставаясь женщиной, быть в теле художника, то есть я, как я себя ассоциирую именно в теле художника, и это прикольно, то, что ты как обычный человек, ты кушаешь, ешь, ведешь себя обычно, но ты прекрасно осознаешь свой внутренний мир и ценности этому. Тогда я хотела спросить, ваш образ сегодня, да, я там с вами общаюсь, встречаюсь, может быть, там оператор тоже смотрит, у меня какое-то там странное ощущение, был такой образ, который Джонни Депп играл, какое-то там кино был, ну, тоже как там сказка, да, вот каком-то образом. Или там шоколадная фабрика? Да-да-да-да, и при этом черно-белые, шапочки, вот глаза, губы красные, как-то там, похож в каком-то мере, Джокер, ну, как, да, вот, шапочки, уливайтесь, вот, был ли какой-то там месседж, сегодня пришли, когда вы придумали образ? Я не думаю никогда, я просто несу ответственность за то, что я делаю, я интуитивно оделась и пришла, да, я всегда делала очень интуитивно, чтобы всегда было все по-честному. У вас, в принципе, вы говорите, это креатив, для креативности, креативности бывает два вида, именно через нарушение против стандарт классика, да, вот, нарушая определенный порядок, закон, дело новое. Есть и второй креатив, основе существующий порядок, добавляя свою изюминку, делает новый креатив, у вас какой стиль больше нравится? Значит, смотрите, это из позиции есть революция, а есть эволюция, значит, я против революции, потому что революция подразумевает более мужскую подачу и кровь, я против крови, я за любовь, поэтому я за эволюцию, то есть я за второй, конечно же, вид. А вы даже вегетарианец, да? Нет, я не вегетарианка. А, я понял. Я такой человек, что вот все сейчас вегетарианцы, и я на зло буду есть мясо, потому что я не верю этим людям, потому что я очень в своей жизни, боже, это сейчас все, мои три подписчика от меня отпишутся, значит, просто тема такая, что, знаете, я не люблю лицемеров, и я когда вижу, что человек не ест мясо, но он ходит злой, то есть я не верю этому человеку. Я там, я всегда иду за ощущением своего организма, то есть я чувствую, у меня там, например, цикл, да, как у всех женщин начинает там все, у тебя крутит, мутит, я чувствую, что вот мне организм просит, тебе нужно съесть кусочек мяса, и если я это чувствую, то я это ем. Я не ем каждый день мясо, не запихиваюсь и тому подобное, я иду за ощущением организма, и вот это вот моя такая вот философия по жизни, что нужно слушать себя, а не то, что тебе говорят, потому что тот путь, который я уже научилась, слушать других, там, пусть и мудрецов, я уперлась в пол лбом. То есть я уперлась, а молиться-то некому, то есть я вижу просто пол, понимаете, да, то есть я вижу дно, а кто мне будет от дна отталкивать? Никто не будет, поэтому хочешь мясо, ешь мясо, хочешь курить сегодня, кури, хочешь сегодня понюхать кокаин, понюхай, хочешь сегодня хорошо провести время, проведи хорошо время, хочешь сегодня сочинять, сочиняй. И когда человек себе ничего не запрещает, получается следующее. Он не нюхает кокаин, он не курит, он не совершает ничего плохого. Почему? Потому что он себе не запрещает. И в этом как бы простота и гениальность всего заключается. Если ты себе не запрещаешь, а все мы внутри хорошие, мы только начинаем это делать из-за того, что думаем, что мы плохие. Понимаете, да? То есть вот это оценочное мышление, что ты такой-то должен быть, ты такой-то. Или, например, о, я фрутерианец, но у тебя больная печень и воняется рта. Ну, то есть как бы это такие крайности. Вот, поэтому я за то, чтобы человек смотрел все время внутрь и искал те ключи, которые будут делать его гармоничным. И понимать, что, вот я сейчас тоже этот путь прохожу, что если, например, тебе плохо, надо, значит, понять, почему тебе плохо. Если тебе хочется сейчас выпить, выпей. Но ты должен себе это разрешить, а не запрещать. Если ты хочешь сейчас побыть один, побудь один. А вы курите? Я иногда курю, иногда пью. Я могу делать все, что я захочу. Хорошо. При этом, ну, когда, это самое главное. Да. По поводу песни Алисы. Да. А что это? Самая большая драма в моей жизни, которую тоже удалось перенести на бумагу. Расскажите. Ой, я буду плакать. Значит, влюбилась я когда-то очень сильно в молодого, красивого, талантливого парня. То есть это произошло несознательно. Это произошло лет семь назад. И так слышала, что это просто произошло. То есть никто не хотел этого. Это, знаете, как любовь, она же случается. Это не то, что ты добавляешь внимание, вы дружите туда-сюда. Это совершенно, как бы, другие моменты. Любовь, она просто тебя находит, накрывает, и все. Это просто с тобой случается. То есть это не физическое, как бы, ощущение, да, допустим. Это не возделение. И не какая-то симпатия или уважение. То есть это просто социальные тоже какие-то темы. Я верю в любовь, и это просто случилось. Но так случилось, что у него была жена. И у него был ребенок. И все мы прекрасно понимали, что никто из нас не сделает шага. Никто из нас не сделает шага. Ну, понятно, что там мы просто вместе еще репетировали, так получилось. И что было понятно, что когда мы вместе, типа, встречаемся, то что-то происходит такое, всем становится жарко. Вот. То есть у всех что-то настолько было мощное, это энергетика. Вот. Очень трагично все закончилось. Я эту любовь так и не пережила. А после этого с этим мальчиком я не виделась. Я думаю, нам и не нужно встречаться. Вот. Но это такой сильный, большой, очень сильный опыт. Он все равно потом ушел от жены. Вот. К девочке ушел. Прекрасной, красивой девушке-модели. Вот. Она потом впоследствии еще ко мне ходила на занятия вокалом. Прекрасная художница, молодец. Вот. Они потом тоже разошлись. То есть я не знаю, что там у него там, как сейчас в судьбе. Вот. Он профессиональный актер. У нас играет в театре. Но месседж этой песни заключается в том, что решение принимает мужчина. Почему? Ну как это почему? Потому что мужчина глава. В отношениях или по жизни? Это же две большие тоже разницы. Если проявление творчества, то один. То есть я вот между, и мне это очень сильно нравится. А что касается то, что ты когда находишься в этом между, ты можешь быть всем. И ты можешь проживать абсолютно разные состояния. А тогда почему делали название песни? Но рядом с мужчиной нужно быть женщиной, понимаете? Была причина почему Алиса. Не Айна, допустим, не Настя, не Таня. Почему Алиса? Потому что мне пришло это слово, это как раз про женщину, которая... Вот Алиса, она небесная. С чем ассоциируется больше всего это слово? Алиса. С чем-то неземным. С чем-то сказочным, творческим, прекрасным, необычным. И вот про то, что у этой неземной женщины она встретила любовь, да? Ну, грубо говоря, про меня. То есть это, считайте, мы как альтер-эго. Мы не называем их имена вслух. Значит, то есть я пишу о себе, да? То есть о той девушке, которая такая вся творческая, открытая душой, но у нее там все изранено и все болит, да? Вот. И она обращается к этой второй женщине, которая тоже внутри, которая мудрая и сильная. И говорит, ну, давай, давай, пусть вот этот синеглазый рай выберет одну из нас. Но выбор так, я так поняла, что и не случился. Вот так вот. Хочу слушать. Можно? Да, конечно, с удовольствием. Давайте тогда послушаем, продолжим. Алиса, 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 безликая девушка. Алиса, нагалы, грязь и белиза. Лети, чтобы в небо разбиться. А нам с тобой не спится. Нам с ней, за спиньи глазу, и рай. Ну же, выбирай, давай. Одну из нас милую, одну из нас любимую. Самую, самую, самую сердцелюбимую. Одну из нас милую, одну из нас любимую. Самую, самую сердцелюбимую. Алиса, 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 алиса. Алиса, 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 а Пачканные в акварели За красотой летели Летели в синих глазы рай Нужно выбирать давай Одну из нас милую Одну из нас любимую Самую, самую Сердцу любимую Одну из нас милую Одну из нас любимую Самую, самую Безупречный Пряный на вкус Я в который раз обманусь Выпей море Одним годком Тебе от леса Вручаю дом Алиса 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 Безликая Девушка Девушка Лиса Одна из нас милая Алиса 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 Покуп Спасибо Я рада Что вам понравилось И Очень удивлен Я слушаю через записанный вариант студийный формат а вы когда вот у нас пели это тоже ваш голос или там пение так не соответствует ваш как образа да вы это худенький хрупкий там голос так да конечно у вас студент студентам повезло хороший преподаватель мы мне прямо хочется тоже к вам ходить на серьезно не ожидаю даже ну ладно там последний момент когда вы там высокие ноты пели до между настоящим голосами еще громче становится вы не так самого интересно как как это как вы сказали бы как фронтир да вот открыли вот это что-то поздно позвоночником психосоматикой связано с педагогической моей деятельностью хотя образование так не не дали педагога разработала свою методику по которой я работаю сколько студентов сейчас немного студентов я никогда не беру в себе много студентов чтобы да было все качественно и я отсеиваю тех людей которые приходят просто так и ничего не делают смысле ничего ничего не делал когда приходят я звезда мы с такими не разговариваем да а у вас есть и какое-то там требование чтобы быть вашим учеником быть хорошим человеком надо про эту песню я просто думаю когда вы пели я думаю что у вас это не первая любовь это не раны любовь который мы все испытываем правильно довольно как воде расти ну как взрослый период это было зрелое чувство да у вас свое определение про любовь есть что это такое это то что невозможно объяснить словами это такое это знаете как смотреть на архитектуру с закрытыми глазами это точно также говорить о любви это надо чувствовать вы сказали у вас сейчас такой сезон музыкальный воздержание или как воздержание бата не до куда эта энергия потом выйдет действия какой-то там сигнал идет точно не пока не знаете да вот я не знаю я жду пока наверное какой-то либо будет эксперимент кстати еще заканчиваю свой альбом писать но он у меня такой меня подбили сказали я сколько ходила по продюсерам отбивала пороги мне все время одно и то же говорят значит что не на какие-то не гадости говорят сейчас вы слишком обычно поете потом да ваши песни они все некоммерческие вы пишете некоммерческие материал дальше вы типа дадим не то вообще сказала что вообще типа все очень плохо что с тобой очень плохо все плохо вообще там еще один продюсер говорил не что а у с тобой не просто все плохо и песни у плохо все плохо вот плохо все так я поэтому так подумала вот сейчас этот альбом вот я выпущу которая уже сделала дописываю там две песни называлась осталась дописать альбом будет называться запах девственницы вот а любовь называется запах девственницы это запах чистоты а я пойду я люблю такое вот если нет в искусстве провокация то кто будет смотреть я напишу лепестки подарениц и все-таки ну и хорошо и дальше придут а тут запах девственности девственницы сразу все на это обращают внимание тем более я понимаю чем я говорю то есть это о том внутреннем состоянии женщины вот когда вне зависимости от того сколько тебе лет ты чувствуешь себя чистой наивной и твое сердце всегда открыто к любви и мужчины всегда это чувствуют сразу слышно порочная женщина имени вы как со стороны космической девушкой да какая мужчина вам нравится машина мужчина извините мужчина машина мужчина нравится мне очень нравится мужчины которые светлые я очень люблю светлых мужчин которые не плане беленьких а в плане я люблю когда у мужчины очень позитивный взгляд на жизнь и он такой твердый духом вот то что если твердый духом то тогда не имеет значения размер половых органов твой рост и твои достижения потому что если правильная женщина рядом у тебя все получится вот а если например ты не твердый духом то тогда лучше не вступать отношения вообще любой женщине с мужчиной это не означает что он должен быть там грубый или какой-то сильный нет это означает о том что у него сердце не знает уныние то есть это тот позитивный человек с позитивным вот рядом что есть крепкий духом человек да вот он в правильном направлении смотрит он любит людей он четко может отличить вот нужно сюда идти или не нужно то есть такой я бы хотел чтобы мне мой мужчина если когда-то будет я думаю это уже не важно но и все равно если меня идеал и мужчины это идеал чтобы это был мне и отец и муж и любовник и друг а если этого не будет то можно просто дружить или можно просто заниматься сексом для этого не обязательно нет я просто люблю когда все по-настоящему я просто знаю что если не по-настоящему то она два-три года и ты получается лучше пошел бы музыку пописал чем вот эти два-три года в унитаз поэтому лучше быть честными если у вас секс то занимайтесь сексом если вы четко понимаете что вы пишете вместе музыку пишите если вы четко чувствуете что вы друг друга вдохновляете вдохновляете вот но только чтобы не было вот это знаете я с тобой потому что мне комфортно и деградирует вдвоем по поводу ландыш что это это песня про моего покойного отца у него любимая были цветы это ландыши вот она очень рано ушел из жизни в девять лет не было вот его смерть я так и не пережила наверно поэтому у меня такие требовательные до отношения к мужчине не требовательные вообще то я наоборот мальчикам все разрешаю у меня мальчики все на голове сидят вот но вместе с тем они сразу становятся успешными у них всегда карьера летит вверх и все такое вот песня посвятила своему отцу про него что помните дебиль лет я помню его руки поэтому когда я смотрю на руки мужчины я сразу понимаю у нас будет секса ли не будет давайте более детально руки руки должны быть крупную тонкие хрупкие я когда играла на скрипке я помню как папа натирал мне канифорий смычок я помню я помню его запах и я помню его руки когда мне было очень холодно как у меня растирал я помню его ощущение этих костяшек он кстати носил шляпы он очень любил кстати вот дань носил носить брючные костюмы вот папа тоже музыка он пел в хоре он умел играть у меня на баяне вот но и писал стихи вот но это наследие куда-то ушло я этого не помню еще он у меня был лавеллаз очень сильный поэтому мама с ним разошлась по этой причине а папа тогда неожиданно ушел нога он умер нет просто сильно заболела и нам потом все равно помогала но он очень сильно заболел и как-то очень в раннем возрасте буквально там им еще 50 не было он умер причина знаете папа почему любил ландыш не знаю потому что это его цветы которая не знаю но любил ландыша я думаю что если у него спросить то он скажет что дотя ты чё ну просто красивый нежный цветок как ты есть и розы есть и там ландыш он полевой он чистый у настоящий а вы папинная дотя или маминная дотя очень тяжело сказать мне до сих пор не хватает папы поэтому для меня каждый мужчина это маленький бог вот я в каждом мужчине сразу вижу авторитет потому что я понимаю что если ты мужчина ты уже крутой вот и я бы очень не не хватает папы до сих пор и очень хотелось бы конечно быть этой папыной дочкой чтобы мне говорили что я красивая что я талантливая что у меня все получится вот этой вот поддержки мне не хватает очень от мужчин тогда пора слушать ландыш потом продолжим давайте и Субтитры подогнал «Симон» 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 Дороже золота желанный поцелуй, сильные мучительные разлуки, ночным кошмаром тебя демон обманул, в наряде шотовском ломая руки, про болезнь его, про то, как он долго мучился и умер, это моя, грубо говоря, как скорбь, смешно стало, папа, прости. Все хорошо? Да, до этого вспомнила, у меня группа поддержки пришла, мой Саша, ученик, и он говорит, что у тебя песни урезлые. Он говорит, у тебя песни урезлые. Узлые песни? Не знаю, я думаю, что не все. Вы в жизни, кроме музыки, чем еще занимаетесь? Не знаю. Хобби какие? Хобби. Хобби сейчас у меня вот такое. Быть психически здоровым человеком, смотреть позитивно вперед и делать то, что ты должен делать. Каждый день просыпаясь, мы знаем, что мы должны делать. Вот я хочу это чувство вернуть себе. Понимание того, что мне нужно делать осознанно. Не делать 1800 каких-то дел непонятных. И там, я хочу осознанно понимать, что вот я хочу увидеть, куда мне дальше двигаться. У вас в песне тоже есть такое слово, ландыш, это там, как свободу, вы очень, вам очень важны. Да, я за свободу, да. Для меня свобода это очень важно. Почему? Потому что только в свободе человек может любить, только в свободе человек может творить, только в свободе человек может быть предан, только в свободе человек может быть настоящим другом, только в свободе человек может совершать очень большие поступки. Люди иногда говорят наоборот, типа, вот твой талант или какой-то успех иногда реализуется последний вот на край. Типа, завтра можешь ничего не быть, или там остался последний сирус терпения, только тогда люди делают какие-то там интересные, великое дело. Свобода, жирный, сытый, без ограничений, без стресса, напряг. Может быть, ну как психологического здоровья хорошо, но насколько эта свобода реализуема в жизни, насколько это как, ну на самом деле это тоже любовь, свобода, это такие слова, такие. Каждый думает в мере своей распущенности. Просто для меня свободный человек, это не человек жирный, сытый. Это человек, который страдает, это человек, у которого все болит внутри, это человек, который кровью плюет ради того, чтобы отстоять свои ценности. Это человек со стержнем, это человек, который борется за свои идеалы. Боец? Не боец, а просто живой. Живых у нас вообще осталось. Маша! Наливай! Нет вообще. Где живые люди? Их очень мало, все притворяются. Никто не говорит то, что думает, все говорят то, что должен говорить человек. Все в масочках ходят такие прикольные, на стилечке. Вот, поэтому хочется делать сейчас какую-то современную классную музыку, искать новый звук для того, чтобы люди не думали и не писали об этом, а проживали что-то новое, чтобы они могли отвлечься. Есть и такое. Вот, я бы хотела своей музыкой отвлекать людей, чтобы они погружались в свой мир и чувствовали, какие они классные на самом деле. Я бы хотела, чтобы моя музыка вдохновляла людей и делала их лучше, в каком плане? Не делала их лучше, вот послушали и стали лучше, чтобы они себя лучше слышали, чтобы они понимали, что они обалденные, просто потому что они есть. Да, мы там многими гостями об этом много говорили, да, но все соглашаются, что, ну, допустим, мой канал, в принципе, очень похож, да, мы там через общение с вами там разными людьми, они больше узнавали про себя и так далее. Они что-то тоже определили свою цель, мечту, реализовали какой-то там свой план и так далее. А по статистике, учитывая, какая музыка или какая литература, как в медианном формате становится популярный контент, да, такой погруженный месседжем, философием, наоборот, их напрягает. Ну, как не хотят на самом деле людей. Большинство, как вы говорите. А как можно их чуть-чуть вернуть в вашу сторону? Есть у вас ответ на этот? Для меня тоже очень актуально. Хорошо, да, мы как отдельный, как человек, должен с собой заниматься, ухаживать, узнавать. Достаточно мыться. Мыться. В вашем случае, понятно, у вас есть какой-то там опыт, было какое-то там событие жизненное, у вас есть и какое-то там. А многие люди, у кого нет этого, может быть, даже не поймут, что вы, ребята, что вы хотите нам сказать. Ну, я просто как для себя, для канала, у нас скоро первый сезон закончится, я этого ответа еще не получу. Хочется что-то делать полезное, да? Не 15-секундовое там или там трехминутовое интервью. Хочется жизни больше. То есть, если люди смотрят сейчас наше интервью, вот, вот такое вот задание, нужно взять, сделать глубокий вдох. Задержать дыхание до 10. И потом, только не раз, а медленно. Держим еще, продолжаем дыхать. И выдыхаем на «С». Вот таким образом увеличиваете объем ваших легких, у вас сковород поступает в голову, уходит стресс, вы успокаиваетесь и чувствуете себя лучше. Таких надо делать там 3-4 раза в день, вот таких вот подходов по 3 раза. Вот. И это я к чему? Что очень, это я шучу, но действительно эти упражнения работают, в плане о том, что очень хочется больше жизни. Чтобы люди осознавали, что это не в книжках написано, что пока ты книжку читаешь, твоя жизнь проходит. Вот такой мой месседж. Что человек и есть событие. Человек и есть событие. Вы и есть событие. То есть, ваш канал – это уже событие. Спасибо. Тоже типовой вопрос. Ваша цель жизни. Быть живой, настоящей и быть хорошим человеком. Это понимаю, но это как, как? Ну, допустим, я стараюсь быть хорошим, да? Иногда мои хорошие намерения кому-то могут делать плохо. Наоборот, несмотря на то, что я делаю, для кому-то там, даже, кому-то хочу делать плохо. Но все равно бывает, в конце концов, не так. Быть хорошим человеком – это я могу понять, да? По совести. По совести? Это жить по совести. Жить по совести. То есть, если не хочешь, чтобы тебе были плохо, тебе, то есть, не делай плохо другим и тебе, и тебе не будут делать. Уметь прощать, то есть, любить. Какие-то обычные нормальные темы. Просто базовые. Этого достаточно. У людей просто это от нашего воспитания зависит. К сожалению, мы мало друг друга поддерживаем. И для того, чтобы быть хорошим человеком, часто люди начинают конкурировать с друг другом. И начинается самовыпячивание. Но мы должны понимать, что быть хорошим человеком, то есть, просто нормальным, адекватным, достойным. Понимать, что если ты допустил проступок, просто прими и скажи, вот я вот сделал так, как почувствовал. Но я вот сейчас опыт пережила, я понял, что вот так делать я больше не буду. Я понял, что я поступил, например, или поступила неправильно. И больше я так делать не буду. То есть, нужно не врать себе. Вот это вот называется жить по совести. Быть честным просто с собой. Позволять себе быть разным. Ничего себе не запрещать. Честно. Значит, что означает, я вам сейчас объясню. Если, например, ты себе что-то запрещаешь, я такой, так, сегодня я вот так вот, вот так вот, сегодня там три дня, все, отжимаюсь там, тра-та-та-та-та-та, вот, то ты потом это бросишь все равно. А когда ты, например, понимаешь, что тебе можно все, ты тогда начинаешь слышать свою истинную цель. Вот тогда уже начинается твоя, как бы, духовная жизнь, которая приносит людям другим пользу. Почему? Потому что ты начинаешь писать музыку не ради денег, а ты пишешь ее, потому что у тебя есть чем поделиться. Ты идешь в спорт не потому, что ты хочешь красивую жопу накачать, а ты идешь в спорт, потому что ты понимаешь, что тебе очень важно, чтобы твое сердце хорошо работало. Понимаете, чем я? Ты идешь в мир дизайнеров и моды. Не ради денег идешь, а ты идешь ради того, чтобы сделать прорыв в искусстве, да, чтобы это было произведение искусства твоей наряды. И только после этого будет фидбэк. Будет фидбэк в денежном эквиваленте. Ну, не знаю, я так живу. Может, поэтому я там не суперизвестная, у меня там не супер миллионы денег, и я не езжу на лимузинах, но мне это не нужно. То есть я очень к себе, очень достаточно критичный человек. Вот, и поэтому надо, короче, смотреть, что ты делаешь. То есть настоящие духовные люди, это вот как мы живем, вот такая вот у нас музыка и все остальное. Я там пригласил на интервью, да, вы согласились, там, мы, в конце концов, встретились, общались. Как у вас ощущения сегодня? Хорошие очень. Хорошо. Мне кажется, что вот произошло, все нормально. Да, я долго буду вспомнить ваше пение, так красиво было, я не знаю. Бывает, допустим, такой ритм, да, вот люди качают, бывает там красиво, кто-то там поет, там, более там, глубокую песню, да, вот. А ваша песня, вот для меня, допустим, вот остановились время, чуть-чуть, пауза какой-то там, да, 6 минут. Спасибо, это очень-очень важно для меня слышать, потому что, в принципе, это то, ради чего нужно писать все это, чтобы человека вытягивать со своего состояния обычного, чтобы он переживал что-то новое, себя слышал, чтобы проходила какая-то духовная работа минимальная. И тоже я замечаю, иногда бывает, я смотрю больше фокус на камеру, как артист выглядит через камеру, я даже, я только смотрю на вас. Очень круто было. Ну, в мае 35, конечно, смотрите, я еще не совсем старая. Это, кстати, такая тема, вот, очень актуальна, мне не будут зрители, кто смотрит, девочки, да, момент такой, что мы, когда взрослеем, мы все равно остаемся такими же молодыми внутри. Но когда ты видишь в зеркале, как появляются морщины, да, ты видишь это все, я, например, противник пока ботокса, но я буду терпеть до последнего, вот, то есть пусть будут лучше пока мои морщины, вот. Честно, пока хочу, вот, чтобы оно как есть было. Не надо. Вот, хочу как есть пока, потому что потом... В смысле, пока, даже уберите слово пока. Но потом надо будет, потом сильно, когда заломы, то есть иногда это нужно даже для профилактики, потому что потом оно сильно глубокие морщины, и потом уже ничем нельзя исправить. Это, например, как есть много мяса, и потом зашлаковываются сосуды, вот, потом надо делать перерыв, поэтому в христианстве, да, посты делают, это только для этого делают, то есть везде как-то все продумано, вот. Вот, это к чему, что не хочется стареть. Вы совершенно, наверное, я на самом деле, ожидаю, вы еще страннее. Я имею в виду, сорванно. Слышно, реально. Я, бывает, там, странности именно вот по образу, да, допустим, какой-то там слабо неправильно сказать, сразу они отключаются. Это, типа, с вами не буду разговаривать. Вы, там, не можете, типа. Вот, я смотрю фотки, сегодня нужно аккуратно вести себя, потом, без жилей, не получите от вас вот перерывов. Не, вы нормальный человек, я просто не могу понять. Наоборот, хочется узнать больше. Тема, что никто не может понять. Вроде все понятно, но непонятно. Зато всегда интересно, никогда не скучно. Да. Спасибо. Наверное, вам тоже сегодня было очень интересно было. Поэтому спасибо. Спасибо большое, да, всем огромное. Да, скоро увидимся. Скоро увидимся, да. До новых встреч, дорогие друзья. И помните, никогда не глотайте сырые яйца на голодный желудок. На этом все. До новых встреч. До новых встреч.